Это в 1750-х годах. Ну ясно, ясно, ясно. Для сербов там, у него был батюшка такой, он ему это продиктовал, тот записал в тетрадь. И тетрадь эта хранилась где-то в семье, то есть там поумирали все, а потом ее нашли. И вспомнили, и как-то началось вот это все сбываться, то есть, ну вот такая информация. Есть читания там про маленького человека с севера-то, вы прочитали же? Да, да, да. Которые много книг будут там. Вот, ну я там это все, вот это вот, что от тебя вот это все там это понятно. Что это с переводом оно, в Сербии это как-то в то время оно звучало понятно, наверное, было так. А сейчас для меня уже, и теперь на русском языке перевод, для меня что-то ничего там такого не нашлось. Потому что... Что именно вы имеете? Ну вот с этим я никак не могу, допустим, согласиться. Еды будет много в деревне и в городе, а кушать ее нельзя. А кто будет есть, отравится. А кто не будет есть, тот, значит, не умрет и Дух Святой его спасет. Вот в чем дело-то. Ну, прежде мы по Писанию мы знаем, что нужно помолиться, и по молитве очищается, Господней молитвой очищается всякая пища. Если что, мы вредно съедим, то не умрем. Вот так в Святом Описании сказано. Слышишь, нет? Ну, я здесь так понимаю. То есть, вот, например, был такой старый сам Филокий Почаевский, и там есть описано его житии. То есть он, ну если я не ошибаюсь, я могу просто, у меня мозг маленький, я могу перепутать какие-то имена. Да, но я просто о сути говорю. Ничего. Он знал, он тоже был прозорливый, он знал, что ему яд подсыпали там, ну как-то в еду. И он перекрестился, помолился, съел и все. И все были в ужасе, как это так. И ему ничего не повредило. Все понятно. Но это имеется в виду, что когда тебя хотят отравить. Но, а вот здесь именно, почему? Потому что я не раз встречал такое, что верующие люди не смогут кушать эту пищу. И я скажу вам честно, скажу вам честно. Вот есть немножко я сюда приехал и там запасы сделал там на пост. Ну какие-то пряники такое, халва. И я заметил, что я после этого вот как-то плохо себя чувствую. То есть я поел немножко, на пост был там. Я как-то плохо чувствую. И я постоянно без молитвы никогда не сажусь и не устраюсь за стола. Я думаю, просто эти продукты уже, они настолько ненастоящие уже, понимаете. Они, то есть, эта халва уже она не халва. Это какое-то искусственное произведение чего-то. Или с какими-то добавками, что оно просто тело ее отвергает. Я так думаю. И в будущем это будет много. И уже, честно говоря, я вот с Виктором братом говорил, я уже постараюсь такое не покупать. Там как-то по необходимости уходить от этих супермаркетовских продуктов. Ты поговори, Роман, ты поговори со мной. С братом Виктором ты там поговоришь, ничего ты там не почерпнешь. Потому что брат Виктор живет в деревне. И молоко берет из хорошей коровы. Мы сейчас оба берем. Вот. Вот. И картошка у него прочее. Все. Мука там эта. Сами они сняпают. Вот и все. Я тебе скажу. Я живу один. Мне готовить некому. Я сам готовить. Готовить сам не могу. Не люблю вообще это. Не мое это дело. Вот в чем дело. И вот я беру магазин у меня прямо рядом в доме, значит, магазин. Так вот. Пряники я их никогда не брал. Ну потому что знаю, что все плохое. Все плохое. А тут, значит, я говорю, у тебя есть воронежские пряники? Ну что ты взял? Нечего кушать было. Взял. Вот такие большие пряники. Черные. И внутри там еще что-то. Помада какая-то. Вот это все. Я съел три штуки. Мне в животе плохо стало от этих пряников. Вот в чем дело. Халву я тоже вот. Иногда беру. Вот это есть алтайская халва. А есть, значит, казахстанская. Я думаю, лучше казахстанскую. Ну, люблю халву эту. Если настоящая халва. Я помню, какая она была в советское время. Там хоть попадались семечки. Там это в халве. Ну, шкурки. Шкурка. Ну, вот это да. Да. Но это было ничего. Шкурка. В сравнении с тем, что сейчас. Ой, эта халва, это не знамо что там. И она бывает то она такая, то она такая. То в ней просто какое-то масло там, что-то много сильно. Просто, ну, в общем, каким она способом делается. Еще года четыре назад смотрел я тоже одно такое там, ну, пророчество. Там сказано, что верующий не сможет просто кушать. Он, она ему, то есть, даже его будет вырывать даже. То есть она ему будет противно вот это. Это пища антихриста. Пища антихриста. Вы не смотрели там свидетельства зачипированных людей? Не смотрели? О чипизации я это понимаю. Это я читал с удовольствием. Я прочитал это все. И я это все так понимаю. Михаил, дело не в том. Это все знают, понимают. Это уже десятилетиями об этом говорится. Но! Люди свидетельствуют, которым без их ведомов вживили чипы. Да. Это просто ужасно. Я сам даже, ну, электромеханик я по специальности. Ну, не гениальный, но для пропитания не хватало этой профессии. Понятно. То есть, чип вживили. Мужчина говорит. Он с 12-го года начал выступать против. То есть он поддерживал эту бригаду, которая против чипирования. И в этом движении шел. И он свидетельствует. То есть, что с ним произошло. Подъехали где-то, его схватили. Там побили. И говорят. Ты выступаешь против. Ну, ты сейчас на себя почувствуешь, что это такое. И вживили. И он говорит. Это просто мне. Я не могу это до сих пор осознать. Я прийти даже в себя не могу. Когда на эту тему так разговор. Я там, кстати, все скинул там. И женщина говорит. И это не какая-то не подделка. Люди, видно, что они говорят, они в таком, то есть, они со страхом говорят. Я думаю, Господь попускает, чтобы мы знали. Господь не может так просто это. Потому что есть какие-то крайности. То есть, вот. Там в Библию уперся. Откровение, кстати, оно для нас, которые будут жить в этом времени. И мы будем это видеть. В откровении, в толковании блаженного Феофилла. Там и написана такая строка. Что святые отцы точно о этой печати ничего не могли сказать. То есть, те люди, которые будут жить, это для них. Для нас это все. Они, вот. И человек говорит. Говорит, я не хочу поднимать руку, а рука поднимается. Я говорю, не хочу, а взял оборот. То есть, это как будто полуробот. Это ужасно просто. И голоса какие-то в голове. Говорит, ни о чем не думаешь уже. Ни о пище. Ни секса не хочется, ничего. Он такой молодой, здоровый мужик. Кстати, ну там где-то есть. Я вот недавно забросил. Никто не хочет смотреть такие вещи. Это что-то ужасное творится. Это в России. Уже про Америку речь не идет. Не надо только про Америку. Она уже бедная там давным-давно. Это в России вот здесь началось. И говорит там одна женщина, свидетельствует. Говорит, я не одна. И она там какую-то знакомую. Та тоже, говорит, зачепила. И мы, говорит, друг друга знаем и понимаем. То есть. А так, говорит, обычные люди, они смотрят и говорят, это больные. То есть на этих. Поэтому что-то мы уже подошли очень плотно. Очень плотно мы подошли. Роман, давай будем смотреть с уровня духовного, божественного откровения и Слова Божьего. Вот чип, то, что это информационная пластина такая будет, да. И что на нее занести, там могут занести обо мне все, 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 что у них было в письменных вот этих носителях на бумажках. Они все это туда внесут. Они все, и потом меня прослушают, и фотографию эту сделают, которая голографическая такая, она, значит, может, она уже идентичная. Я буду, то есть никуда не спрятаться уже мне с этой фотографией. И все данные будут. Вот это, значит, одна сторона дела. Когда это будет собрано, все данные, они здесь в России у нас будут, они, правительство. Оно уже построило там здание, в котором это все уже работает. Все это, то есть вот этот электронный паспорт, который я слышал по телевизору, что вот с этого года, значит, электронный паспорт, карта электронная, в которую будет ОМС заведен, там это СНИЛС заведен, все твои болезни твои, все твои, ну, пенсионное мое, все, ну, ветеран труда, там, прочее, там, инвалиды, все, все там будет. И паспорт вам нужен, так сказали, будет. Ну, когда-то где-то там что-то нужно будет паспорт. Но вот эта, значит, карточка, которая будет, она будет самая главная. То есть в ней будет совершенно все. И потом паспорт вообще отпадет, не будет нужен вообще. То есть вот у нас будет на руках, ну, такая же штука. И если потеряешь, то все потеряется. И деньги твои, и пенсию не получишь, и вообще ничего. Ну, и это делается все, подготовка к пришествию Антихриста, потому что, ну, это мое такое мнение, я тебе немножко вот свое выскажу положение. Жизнь должна быть не только в России хуже, и в Америке, и в Европе, и все по всему миру. И должно прийти эта процветающая Америка, она тоже вниз пойдет. В Европу здесь эти басурманы там начнут ее тревожить со всех сторон. В Китае там тоже, Индия там тоже, в общем, все. Готовится почва для пришествия Антихриста. То есть власть наша, она не может сопротивляться Антихристу, и она будет делать нам вред себе. То есть насколько народ будет возмущен вот этой властью, которая у нас, допустим, в России. Ну, Путин, Путин, Путин это на мировом рынке таком, это что он все это... А народ-то весь остальной, то он будет против других чиновников. Беднота, пчела, да, и прочее все такое. И беспредел. Это все готовится к пришествии Антихриста. Ты слышишь меня, да? Да, я слышу, хорошо слышу. Вот. Вот. И пришествие Антихриста, вот как говорил Ленин, Владимир Ильич, или Маркс, там еще тогда, что говорили, что революция произойдет только в самой отсталой стране. Вот в самой отсталой стране была Россия, и вот здесь революция, значит, прочая вся его советская власть, вот это, значит, пришла. Так вот, чтобы пришел Антихрист, нужно, чтобы власть уже настолько потеряла, и народ настолько натерпелся, настолько, что он готов принять. И Антихрист войдет, то есть будет мировое правительство, и во главе мирового правительства будет человек, просто человек. Ну вот такой новый какой-то человек появится, и который возьмет вот это чипирование, доведет до конца. И чтобы денег не было, а когда денег не будет, через чип мы будем получать зарплату, мы четко будем получать, покупать все, мы можем продавать, можем дом продать, можешь все, все это будет. Ну, у тебя только через чип. Но через чип тогда воровство все прекратится, чиновник взятку, никакой чемодан с миллионами долларов не может унести. И такому правительству народ будет рад сразу, потому что пенсию добавят, потому что не будут строить атомные подводные лодки больше. Вот в чем дело. Прекратится строительство самолетов и прочих затратных, как вы видите, все военные заводы перейдут на издания мирной продукции. Поля начнут засевать хорошими продуктами, будут хорошие продукты. И когда вот это все на определенное время пройдет, оно быстро, и получится жизнь очень хорошая, очень замечательная. И народ по своему желанию тогда скажет, вот это правительство. А что это было правительством Медведева? Жулье, варье. А депутаты? Жулье, варье было. А сейчас смотри, какое мировое правительство. А во главе-то какой человек-то стоит? И ему можно послать послание, написать вот по компьютеру, значит, он тебе ответит. Если что-нибудь, он там разберется сразу. У него будут там люди, которые сразу будут, вот эти вот, пожаловался, кто сразу будет это выяснять. И все это будут делать. И весь народ таким образом войдет в заблуждение через желудок. Вот через желудок этот антихрист придет. Будет все хорошо. И тогда скажем, может быть, если доживем мы до этого, вот какое правительство должно было быть. А вот правитель-то какой. Вот этот правитель. И вот когда весь народ обратится к нему, вот с таким, это очень запросто. По себе подумай. Не будешь знать. Ну, допустим, верующий еще может быть там как-то, ну, догадаться. Я, допустим, знаю, что должно быть перед пришествием антихриста очень плохо. А потом он сделает все хорошо. Но тогда только он заставит себе, вот, ващадит уже в храме и заставит себе воздавать почести божественные, выдавать будут себя за Бога. И вот тогда придет конец. Верующему человеку, естественно, нам нельзя, если при нашей жизни я не хочу, я не смогу, я буду знать, что это антихрист. Я ни в коем случае не возьму никакую печать. Пусть меня убивают, пусть меня расстреливают сразу. В стенки ставят, и я согласен буду. Потому что будет у меня вера, я буду уверен, что это антихрист пришел. Все. И мне жить это... Михаил, вот здесь и есть такое тонкое обращение, понимаете? То есть это все. Я смотрел, батюшки там все поют. Много их сейчас. Особенно с них делают звезд. Понимаете, с них делают звезд. Минутку я просто... Я сразу смотрю на этот момент такой, тонкий момент. Особенно, когда у меня информации очень много про это, я смотрю, люди свидетельствуют очень страшные вещи. То есть даже осознать мне еще до сих пор тяжело. Вот. То есть тебе придут там и скажут. Так, отрекайся от Иисуса Христа. Отрекайся. Нет. Сюда мы тебя убиваем. Это обращение. Вы просто не понимаете, что... Он третью часть ангелов с неба. Звезд. Как он их обращает? Вот я думаю, вот верующий думает обо всем. Как он мог ангелов... И еще не мало так, а третью часть. Как это? У меня вопрос этот давно был. Я как-то наткнулся в прямом доступе. Там прочитали. Я думаю, это сектанты-то напечатали. То есть почему? Ну меня интересовало. Ну почему? Как он ангела мог соблазнить? Он же творение Божие. Он служит в раю. Он там прославляет это все. Это ж какая... Ну это ж светлый ангел. Ну как его можно соблазнить-то? Вот. Ну и там написано как было. Я просто поделюсь тем, что написано. То есть он им предложил, этим ангелам, свободу полную от Бога даже. То есть зачем он прославляет, он служит ему? Вы можете быть абсолютно свободны. И вот написано как. Как только они приняли вот эту мысль его, что да, действительно. Они просто подумали, да, действительно. И все, все отпадали сразу. Так это ангел. Это ангел, понимаете? Ну а мы, люди, что-то. Это обольщение. Я считаю, что это обольщение глубокое. И это ошибка. И у духовенства ошибка эта. Никто не будет приходить. Это будет все так сделано, что никто не заметит. Никто не заметит. Кроме руководимых Духом Святым. Я другое знаю. Слышишь, Роман? Роман? Да-да, слышу. Я другое слышал. Не знаю. О той войне на небе ты слышал что-нибудь? Ну, как не слышал. И читал, и... И читал. Она и не прекращается до сих пор. Я там одно свидетельство такое выставил. Ну, я его раздропил, его выставил везде. Такое человеку давно было пройти митарство. Я думаю, Господь уже все нам открывает. И уже открывает невидим. То есть вещи, которые для нашего спасения делают уже все. И об этом, кстати, говорится в Библии. Потому что нам нужно искать подтверждение в Слове Божьем. То есть вторая глава Деяния Апостолов, 17-18, истих. И будет в последние дни, говорит Бог, и злию от Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. И юноши ваши будут видеть видения. И старцы ваши сновидениями уразумляемы будут. И на рабов моих, и на роды моих в те дни залью от Духа Моего. И будут пророчествовать. И наше толкование. То есть это именно ко второму пришествию. То есть там и к первому относятся, и ко второму. Толкование я очень внимательно прочитал. И, ну, рабы мои, понятно. То через сыны ваши. Это говорится о верных людях. То есть мы православные, выстинной вере. И вот пророчеств сейчас, и вот сейчас именно вот это предупреждение о этих чипах, о кодах. Ну, о чем? О печати. В последние времена. То есть Господь уже заботится о том, чтобы мы не получили вот это все. Получим. Если уже я увидел, я увидел, что уже это... Получим. Страшно подумать. Что руководит этот чип, руководит человеком. Я не могу осознать, как он может. Электроника, какая-то дьявольская какая-то штучка там. Это ужасно подумать даже. Роман, 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 это вот механическую, чисто механическую работу в этом чипе. Это они могут сделать. И от этого никуда не убежишь. А вот то, что через чип могут руководить тобой, духовным твоим состоянием, такого Господь не дает, чтобы он руководил через этот чип. Вот в чем дело. И руку ты не будешь... Никак. Он через этот чип не заставит меня поднять руку и проголосовать за что-то. Против чего? Я против. Ну, духовно понимаю, что это не так. И я, значит, буду голосовать? Нет, никогда. Чип не сможет. То есть ему сверху, естественно, он не давно. Знать о нас все может. Денег нас лишить может. Того, всего, вот прочего. И если я там это все, он может отключить в компьютере. И я уже пошел в магазин, а у меня руку свою в кассу. А говорят, денег нету. И вообще тебя нету. Тут ты никто. Вот в чем дело. Вот это мы... Как вы себе можете представить, что чип... Ну, например, мы знаем, сим-карту телефоном меняем. Ну, сим-карта там вот такая. Для меня это тоже как бы это. Ну, еще сим-карта. Я ее в руках подержал. Я ее вижу там. Наночип, которого в микроскоп там при величайшем увеличении только можно увидеть. Ясно, ясно. На нем куча информации какой-то. И на нем это все, это все считается. Это как это, я себе не могу это представить. Это ужасное, это изобречение ужасное какое-то. Я могу представить, это будет чипирование. Ты не почувствуешь никакой боли, ничего. На прививке. Прививку будут делать в уколе. Если его не видно, его спокойно себе шприцом раз в любом и втыкнул, и все. И ты пошел. Врачи против медицины, допустим, я ничего не имею против врачей. Они учились, там, знают препараты. Но они не знают, что в этом уколе. Они их научили, что это обезболивающие или там... Чип будут тебе вводить сознательно. Сознательно тебе будут вводить чип в руку или куда там. Да в любую часть тела ты все равно. Ну, лучше на руке будет он, под кожу будет. Это микроскопическая частица такая, металла, на которой будет вся информация. Вот и все. И это будет, скажет, вот, это будет объяснено, что нужно чипировать. Почему? Потому что вот эта карточка, которую вы носите, которую вы пользуетесь, этой карточкой, значит, да, теперь вот мы хотим, ну, ликвидировать, чтобы у вас, вы не потеряли ее, чтобы у вас что-то не заставили, у вас кто-то там, враги какие-то, что-то там, снять деньги через это все. Ну, то есть скажут, вот, ну, найдут, что сказать. Эту карточку, мы ее вот в такую микроскопическую пластинку, которую мы вам, вот, в руку, вы ее не почувствуете, мы ее вам вводим, и все, и она у вас. И вам больше ничего не нужно, никаких документов, никаких денег, ничего абсолютно. И вот руку только под аппарат подсунул, вот, под лампу, и все, и все, списалось, добавилось, прочее, все такое. Это люди примут сами чип, это будет все так, только так, я думаю. Все это должно быть известно. А, Михаил, мы с вами, простите, мы с вами вдвоем, или еще кто-то есть здесь? Вот это, нас кто-то слушает, да? Ну, я не знаю, вон там беда фотографии, а кто там, я не знаю, может быть, слушает. Алло, нас кто-то слышит? Да, 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 слушает, Минск, Минск на связи. А, добрый день всем. Сергей Тихонович тоже есть? Нет, Сергей Козлов. Козлюк. Козлюк? Да, я думаю, Козлов, что ли, у нас Сережа Козлов есть один, который в Воронеже, больной, который... Я, когда, ну, перед тем, как познакомился с Игнатием Тихоновичем, но я, как бы, ну, Библию потихоньку читал, у меня на украинском языке, вот у меня мой Новый Завет, который у меня, как бы, Господь через который уже начал со мной разговаривать. Это еще на Украине все происходило, то есть, вот, ну, а на вот остальное я еще так смотрел, потому что оно, слово, оно не быстро так-то усваивается сразу, то есть это потихоньку к нему-то подхопнул. Ну, я про старцев ничего не знал, старцы какие-то, там это все, чипы, там не чипы, я не знаю, но я, это натурально азартная, я когда-то бильярд, шахматы, карты, то есть у меня это было полно. Я, ну, хорошо играл, с шестилетия в шахматы играл, у меня куча медалей всяких этих, и азарт у меня был. И когда Господь меня, то есть, с головы на ноги поставил, я у меня все откинул, то есть шахматы, вот это я даже, даже про это перестал думать. Я там с компьютером постоялся, регулярно резался с компьютером, вот, а потом, когда я там в духовную жизнь начал вникать, я пересмотрел все, то есть я потратил несколько тысяч часов, я все пересмотрел, потому как изучить, я считаю, что если ты взялся что-то изучать, изучи все. А то так, знаете, там иногда, ну, с краешку зашел и все. И потом, когда я уже, ну, осознал многое, ну, и своим знакомым говорю, ну, вот это посмотри, вот это посмотри. И люди, даже вот если я там, например, видео скидывал полчаса или час, духовную информацию, они сложно очень им воспринимать. Они будут смотреть какие-то боевики целыми днями, а духовную именно информацию он не может. И потом мы разговариваем, а он, да, не было времени там, то есть это враг сразу ему не дает. И потом уже прошло три года, мой такой, друг детства, и он мне начал рассказывать, говорит, я помню, когда ты мне это скидывал, и в этот момент он мне рассказывает, какая-то куча звонков, я, говорит, только сел, посмотреть, хочу пересмотреть вот это. У меня куча звонков, ребенок плачет, жена что-то там кринчит в скандале, то есть вот это сатана как-то нападал. Ну человек, я потом ему сказал, ты говорю, сразу молись, крестись, чтобы ты на духовную Господа просишь, чтобы ты мог посмотреть для души полезный. Сатана сразу воюет. Вот, и, ну, это все информация. Потом смотрю уже с Игнатием Тихоновичем познакомился, и все видеоуроки, там смотрю про чипы. Ну и Игнатий Тихонович там, это вот там Дмитрий Смирнов там сказал в священном начале, все уже определил, а чего вы, куда вы, это там, смотрите, там все, опять все сказали. Ну я, я, ну, как бы уже много прослушал, много просмотрел, там, и я вижу, что это человек, то есть человек духовный. Более того, я сразу начал молиться, говорю, Господи, почему он не видит? Я ходил долго молился, и потом я услышал, когда начались вот это, Михаил, вы слышите? Да, да, да. Через вот это событие дня, и в одном из этих, там Никита свидетель, по-моему, был, Игнатий Тихонович говорит, это первая ступень, то есть ИНН, только ИНН. ИНН это первая ступень к печати. И тогда мне так, мне сразу легче стало, но я еще знаю, что ИНН ничего не принял, он еще делал, то есть по делам их, вы знаете, он делал, он не принял ничего. Если даже ему предлагали миллионы, а он не пошел, мне тоже удивительно, сейчас комбайны, наверное, потеряю, как там, лагерь, то есть деньги нужны, если предлагали миллионы, там, за какую-то лекцию или за лекции, не знаю. Он не принял, потому что дух ему не дал. И все, первая ступень, мы знаем, что первая ступень, брата, брить ее, это когда ты посмотрел, что-то тебе подровнял, здесь неровно тебе не нравится. Все, ты будешь брить. Первая ступень, она ведет вас, зачем я на нее смотреть не хочу? Она ведет печати, я на нее смотреть не буду. Первая ступень это ИНН. Зачем? Я пошел, сдал, все, у меня нет ничего этого. Я смотрю на ступени, которые вверх ведут, а не вниз. А тут, знаете, такое, это тоже лукасство. Да я на одной этой подстаю ступень, а потом, да и вторая не страшная, еще спустился на одну, здесь подстаю немножко, а потом, и все. Все начинается с первого шага, человек, жизнь начинает с первого шага. Также есть ступени вниз, если ты ступил, у тебя соблазн. Вот сейчас там откровение интересное посмотрел, там о священниках, очень полезные вещи. Говорят, сатана, если человек становится священником, все, он рукоположили, и все, сразу сатана к нему там прикрепляет много бесов, очень больших и сильных. И сразу искушение. Мы же знаем, что Господа сатана искушал. Сразу искушение. Если ты купился, взял вот это материальное, и ты на него, если ты с храма тащишь какие-то деньги домой, все, ты попал в компкан большой. А сейчас посмотрите, что творится там в мире. Редко ты увидишь батюшку, который там, ну я знаю единиц таких. Господь меня просто ввел своей рукой, и я попадал в таким, который действительно, у них это материально, это для них ничего, и они, нет этой там эсимонии. То есть это, конечно, редкость, но... А так в основном-то. Во многих храмах тоже был, то есть там, ну вот это торговля тоже. Про торговлю вот это тоже беда. Там откровение, ну там пять часов, там сложно смотреть. Я его раздробил по темам, у меня... Я распространил много там чего, и люди уже благодарят мне, говорят, спасибо, что вы разбили, потому что пять часов сложно. А так тему какую-то выбрал, например, одну там, раз прочитывал, отослал. Там блуд какой-то там, сквернословит, то есть это все метарство я поделил. Посмотрел несколько раз. Роман, Роман, слушай, вот я на эту торговлю смотрю, просто я ее не замечаю. То есть я никак ее не обостряю, не ставлю ни во что. Торговля, которая в наших храмах есть, в православных храмах, какая там торговля? Там человек подходит, свечи берет, да, за деньги берет, может купить там икону, там прочее все. Записку подает, чтобы помолился там в алтаре, значит, священник, здравие, за упокой, прочее все. Молебны, которые заказывают, там цена есть. Вот это все. И все. Ну и что? Меня это нисколько не тревожит, абсолютно. А почему, простите, я перебью, почему Христос повыгонял-то этих торгашей-то мне, скажите? Да мы не знаем, какие там были торгаши, вы не представляете, какие там. Ну пишет же, валы торговали, валами, там баранами торговали, чем еще там. Это то же, что икона, свеча, потому что тогда приносили, о, голубями торговали. Тогда приносили жертвы. Для того человек приходит, это тоже для удобства было, понимаете? Вот удобство, где сатана удобства нам создает. Карточки, вот это вот, ну тебе не надо будет, это сумма, это все сатанинское. И человек приходит так, ну за грех надо жертву принести, я согрешил, все. Вот продает, покупает голубя, купил, пошел. Для удобства все. Это то же, что сейчас приходишь, ну вот мне надо крестик, икона. Вот это все, вот это все от него. Вы говорите спокойно, я неспокойно к этому отношусь. Я вот рад, вот я у меня недавно дьяконом стал террорированный брат. Его Господь раньше коснулся. В Карпатах у меня есть один батюшка. Он 12 лет, правда, лежал там парализованный, но вымолил, Господь дал ему служить. Исцелил его, он стал батюшкой. И в храме единственное, что там есть, он говорит, оставили свечи там. Но они там копейки, только свечи. Никакой симонии. Крестик, полное погружение троекратное. Хорошо. Но венчане за это ничего денег не берет. Я тебя понимаю, ты мне объясняешь то, что я давно знаю. Ты объясни вот это такое. Вот, Игнатия Тихоновича община, это такая одна у нас в России. Одна такая община. Ну, может быть, там еще есть, там в Москве, там это другой. Только в общине можно это сделать. Только община будет при храме. И там больше никого. Только это там можно, только так можно сделать. Общинная жизнь у нас раньше была. А теперь уже нет общинной жизни. Особенно города большие. Попробую тут общине сделать. Ну, хотя в Москве там было 40-40 до революции, было храмов очень много. И в каждом храме была община. Но это тогда при царе, тогда был там урядник или десятник, кто-то там такой, который смотрел вот за этим храмом. И чтобы каждый туда приходил, он приписан, как бы к этому храму был. И, значит, должен был приходить все время там. И исповедоваться там, и на праздники там быть. Ну, какое-то там было наблюдение такое надзорное, по-моему. Вот в чем дело-то. А сейчас свобода полностью. Сейчас в один храм пошел, в другой, в третий. Или вообще никакой. Кто меня знает, где я? Никто не знает. Вот и все. Удобно. Дело даже не в том. Ну, мы вот священника, например, зацепили. Священник, если бы он захотел сейчас и так сделать, то его выдворят, выгонят и все. Ему обозвут там как-то. Доктор Матышев. Физически невозможно сделать. Физически. В России, в городах невозможно этого сделать. В этой системе патриархийной, да. Поэтому Господь для потеря... Любую, другую. Ты думаешь, это, которая заграничная система, она очень... Тоже, да, да, я согласен с вами. Она точно такая же. И она точно такая же. И хуже еще нашей. Потому что наша вот система, она служила. Батюшки служили. Даже которые были вот в оккупации, они партизан там принимали, там прятали, помогали. Что-то батюшке. А заграничная православная церковь Гитлеру писала письмо и благословляла его на войну с нашей Родиной. Вот в чем дело. И помогали, как могли. Заграничная, зарубежная церковь помогала Гитлеру. Вот в чем дело-то. Так что они для меня вообще никто. А московская патриархия, пусть она сталинско-берейская, но Господь заставил Сталина в 44-м году вернуть оставшихся живых священников и заставить их подписать такой договор, что они будут исполнять только то, что власть разрешит. Священники согласились и отпустил их на свободу. А Берия приказала на самолетах быстро всех привезти в Москву и избрать патриарха. Вот и все. Но это по-божьему соизволение было. Вот и все, я так думаю. Конечно, когда духовная жизнь, это война, это сразу. То есть это вид передовой. И вот этот там, ну Александр, он молодой, он там интересно, он там что-то самоубийством хотел покончить, потом там интересная у него судьба. Ну он говорит, ему там Господь все открыл. Какой Александр? Какой Александр? Ну просто это, ментарство Александра, я не знаю, поселение там. А я вот к вам попадаю вот сюда, как-то случайно вот сюда попадаю. Вот меня, я потом смотрю, там Сергей, значит, ведет это что ли. Ну это другой, скайп. И там другие люди там бывают, меня туда никто не превращает, я там не могу быть. А вот я просто смотрю, только попадаю, она у меня есть, вот эти кругляшки, ну в общем это, что изучаю. Я, в принципе, еще могу раз скинуть, но это пища, то есть это... Ну не все, все по-разному, понимаете? Господь... Прочитываю, прочитываю там, что говорили они, ну читаю, там потом ролики там какие есть, я эти ролики смотрю, ну вот и все. А вот когда в скайп-то не могу попасть никуда. Только у меня вот с Сергеем, который скайп в среду, пятницу и воскресенье, ну вот как и ты там бываешь. Ну вот в этом же скайпе мы с вами говорим, и здесь же я прямо в сообщении. Вы там можете открыть у тебя-то сообщение, нет? Какие? Ну вот здесь, в скайпе там сообщение. Ну какие там есть, так я их... Ну вы это писали, вот вы писали, не пойму, что за бредятина или что там писали. Ага, да-да-да, ну вот это я вот просто зашел. Так вы прочитали здесь, а если еще выше подняться, там вот пишет чипирование без вашего ведома, и женщина такая в очках, и там мужчина свидетельствует, и они рассказывают какие... А, ну-ну-ну-ну, это выше-выше-выше, я видел это. Да-да-да, какие мучения, то есть они, с ними уже сейчас происходят. читал я там, читал и видел эту женщину в очках она сидит и рассказывает и все это я видел но у меня другие немножко мнения, вот в чем дело, Роман и вот насчет войны той, которая произошла на небе, и по какому поводу вот и все почему сатана будет брошен сюда на землю, вот и все почему он возгорделся он захотел, понимаете он захотел быть на месте Иисуса Христа и все и подбил это вот демократия это демократия его строит он им пообещал, ангелам свободу, треть за ним пошла Майдан, это первый Майдан на небесах был создан и все, их сбросили их сбросили, они пресподни, и сейчас они вот здесь путят нас вот почему причина какая была причина гордыня гордость какая причина ему мало было той славы, которую ему дал Господь ему было мало, понимаете он захотел если бы ты побывал у мормонов в церкви ихней тогда бы ты знал вот я был там я это знаю вот и все из-за чего и как получилось там не знаю другого объяснения ну может как-то можно шире там я не знаю есть есть другое здесь гордыня была и все он решил он решил стать Богом и все а сейчас вы посмотрите сколько всяких вот этих появились вот это неоязвичество они все себя за Богов считают и вот эти падшие кстати там о падших ангелах есть там очень хороший такой это все я удивлен был даже он говорит про это крещение говорит что это сатана крестит ладошкой по лбу это говорит сатана сатана тоже говорит крестит просто он извращает он говорит положено полное троекатное погружение а он просто ладошкой щелкает все вот тебе да все крещеные да никто не крещеный ты посмотри ужас какой я об этом даже не слышал я слышал что это там неправильно там это то есть это не настоящие а то что сатана так крестит я еще этого не слышал может быть может быть но видишь ли я думаю что молитвы читает священник а как он там крестит самое главное это состояние крещаемого если состояние крещаемого такое какое должно быть то есть когда человек уверовал узнал услышал писание прослушал писание там рассказали он принял Иисуса Христа Господом и Спасающим и захотел исполнить то что говорит Господь что всякие верующие должны креститься и исповедовать таким образом должно заключиться значит акт через крещение значит в жизнь вечную не плоской нечистоты омытия а вот заключение с Богом такого союза то естественно я могу принять священник крестил ладошкой а человек получил полное крещение вместо священника неродилого выступал ангел вот и все я так могу принять есть такое и перекрещивать не надо перекрещивать не надо так это никто не перекрещивает я прием мне тоже вопрос задают я просто это это как будто потому что там есть какие-то сноски например ситуация такая мы ну как обычно говорят или пустыня или нет возможности или нет пруда какое место попал а тут тебе надо креститься все я считаю так для себя воображение свое меня крестили в пустыне там ладошкой со слюнями меня лопнули в пустыне я по божьей милости попал в места где уже есть водоем и где есть священник я пошел к нему и меня просто вот это восстановили как положено по канону я так для себя считаю а то что это говорит это второе крещение кто-то называет или еще что-то то есть это уже зависит от каждого я думаю еще будет крещение кровью потому что через мученическую это тоже крещение сейчас вот мусульман режут там крестьян которые обращаются индусов корейцев кого только нет японцев сейчас уже пошел всех уже на земле господь мучеников собирает сейчас будут тоже я думаю туча большая вот это не все так просто слушай Роман Роман подожди вот это вот мусульмане там трестят через кровь ты говоришь ну вот он там воевал или что там или просто поймали или лазутчик или просто человек им не понравился взяли отрезали голову а он вообще к Иисусу Христу никакого отношения не имел я не знаете говорю я говорю за тех которые вот даже в видеоролике есть христиан то есть он уверен во Христа их сразу братья родные братья режут там там быстро голову отрекайся нет голову отрубили все вот это я имею ввиду конечно там сейчас сколько резни если они скажут ты христианин ты верующий в Иисуса Христа там да и вот ты скажешь да я христианин но он ничего не знает он принял просто христа да если он не крещеный будет крещение ему это самое исповедование веры просто и все хотя он сам и не был крещеный под страхом может сказал что да я христианин но и все будет крещеный таким образом хорошо Михаил приятно с вами поговорить у меня кое-какие дела завтра уже на занятии будем да завтра да правильно ну с Богом все хорошо спасибо спасибо